обалдеть слушайте аж жар чувствуется да слушайте вообще кошмар слушайте эти были лавки для продажи кто-то их поджег привет друзья я сейчас нахожусь в сергиевом посаде у троицы сергиевой лавры здесь за моей спиной уже догорает палатка сувенирщиков о которой я снимал несколько репортажей вот буквально полчаса назад или может быть минут 20 она загорелась вот у меня есть кадры прислали читатели проспекта как она полыхает и вот когда я уже сейчас отснял коптером как ее дотушивают я вышел прямой эфир вот пока причинах еще никто не знает не у кого даже спросить вот единственное что у нас городе ну как всегда бывает очень трудно подумать что что-то случайно происходит палатка это было на 30 мест она принадлежала администрации городу и и недавно сдали в аренду предпринимателю эльмиру юсупову вот вроде как он обещал ее модернизировать вроде до последнего я помню здесь стояли те кто торгуют сувенирной продукцией матрешками значками всякими там фляжками с путиным и всем таким прочим и вот сейчас это все загорелось горела точнее сгорело все дотла вот здесь не знаю наверное все пожарные расчеты со всего района потому что пожарных очень много когда я сюда приехал они буквально залетали на красногорскую площадь с неимоверной скоростью как болиды формула-1 но вот к сожалению спасти уже ничего не удалось это палатка прямо находится напротив русского дворика и под стенами строить сергиевой лавры сезон конечно же уже закончился практически заканчивается да вот надеюсь что не было там в этой палатке большого количество продукции наших предпринимателей ремесленников и просто людей которые продают что-то чтобы их так скажем затраты не были серьезными и будем надеяться что это не это не сделали конкуренты которые сейчас выстроили свои палатки у входа в лавру красногорскую площадь и администрация все-таки восстановит восстановит людям рабочие места даст возможность тем кто более 30 лет уже всем этим делом занимается работать но для тех кто не в теме я расскажу что на красногорской площади прямо уход в главные ворота троитосергиево лавры всегда так как здесь много туристов люди торговали сувенирами матрешками и в какое-то время не без за помощи попов которые сидят в лавре их прогнали с площадь в красногорской и после того как они долго просили возмущались им сделали вот такой вот павильончик который сейчас сгорел на 30 мест и перед этим буквально на красногорской площади возникли палатки тоже с сувенирами от фирмы канон который принадлежит рпц лавре вот надо ли говорить что они были конкурентами и и я никого не обвиняю но блин но у нас ничего просто так не бывает и какие-то случайности очень трудно поверить но сейчас мне удалось поговорить с очевидцем человек который находился в самом начале пожара напротив в ресторане и он сказал что огонь начался прямо середины палатки то есть вот прямо аккуратно по центру он видел как все загорелось по центру а я напомню недалеко отсюда есть старая монастырская гостиница трехэтажная огромная по площади десятки тысяч квадратных метров большая часть депутаты местные по закону о возвращении церкви того что и когда-то принадлежала передали лавре и и осталось не большая часть принадлежащая предпринимателям которые упирались до последнего и не хотели отдавать свою собственность за бесценок или дарить ее представителям церкви и там случился пожар пожар случился с двух сторон с двух концов этого здания который привел полному его его уничтожению в итоге через несколько лет простое сгоревшего острова люди от своих своих квадратных метров оказались и сейчас лавр реставрирует это все восстанавливает вот такая история 1 2 3 4 1 2 3 Субтитры сделал DimaTorzok